итак я абсолютно всех вас приветствую на своем канале гражданин мира и сегодня мы отправимся смотреть три города впервые у нас будет аргентина город кордова надеюсь я правильно произношу ударение но в целом это не столь важно поскольку в оригинале она пишется и произносится скорее всего совсем по-другому наконец это россия город казань и это город нур-султан страна казахстан если обращать внимание на название города то будем мы его смотреть конечно же впервые в любом случае мы сегодня пройдемся в том числе и по достопримечательностям эти города заслуживают этого и давайте же начнем но также мы не забудем о прогулке по простым улочкам и конечно же хотелось бы им отдать больше времени но а там посмотрим спасибо огромное заказчику за предоставленную идею ну и давайте же приступим ну и начнем пожалуй с впервые появившийся на нашем канале страны это кордова аргентина и давайте же начнем с наших замечательных достопримечательностей первая достопримечательность это кафедральный собор города кордова таким образом он выглядит но и также стоит отметить что он расположен рядом с исторической площадью сан-мартин в которой находится большой монумент и к нему мы тоже сейчас перейдем в первую очередь хочется обратить внимание на все что мы видим впервые в аргентине такая вот интересная площадь на самом деле даже и не скажешь что это в южной америке довольно атмосферная и наполненная эстетикой место целом как мне кажется аргентина наиболее благополучная страна среди южноамериканских стран кто владеет информацией пожалуйста подскажите но как мне кажется это именно аргентина и посмотрите как все довольно аккуратно и ухоженно выглядит создается впечатление очень цивилизованного города давайте перейдем теперь к нашей площади тире скверу я бы так это назвал здесь какая-то инсталляция непонятная из веток мне это напоминает какое-то чучело которое сжигают на ту же масленицу среди вот такой вот интересной растительности у нас все это расположено здесь у нас такая вот находится мачта с флагом здесь у нас расположен монумент который был уже упомянут ну и в целом площадь таким образом выглядит довольно неплохое место и повторюсь аргентина меня довольно таки удивляет и давайте еще одну достопримечательность расположенного поблизости посмотрим буквально в двух кварталах это базилика санта доминго таким образом она выглядит ну что хочется сказать аргентина в контексте данного города она создает приятные эстетические ощущения ну и также краем глаза мы видим какие дороги у нас имеются на крупных улицах но к крупным улицам мы еще чуть позже перейдем отправимся теперь в столицу казахстана и посмотрим на парочку его достопримечательностей заслуживают ли они внимания и насколько прекрасно они выглядят сперва мы начнем с монумента байтерек при этом она расположена рядом с бульваром чуть дальше у нас идет парк влюбленных и хан шатыр за такое шатровое здание которое мы тоже можем увидеть даже в том числе и с нашей замечательной смотровой площадке ну и также неподалеку расположена резиденция президента называется она аккорда монумент байтерек выглядит таким образом с земли давайте осмотримся вокруг посмотрите сколько новеньких зданий как вы знаете нур султан довольно таки молодой и перспективный город именно этот город возводился практически с нуля здесь самом центре на самой вершине нашего монумента располагается отпечаток бывшего президента казахстана нур султана назарбаева и вот люди подходят хотят прикоснуться давайте наверное модернизируем виды из нашей смотровой площадки байтерек и поднимемся еще выше владея такими вот панорамами взглянем на наш замечательный город нур султан здесь у нас имеется вид на наш бульвар чуть дальше на площадь влюбленных и тот самый хан шатыр куполообразное здание выглядит таким образом но возможно мы чуть позже к нему подберемся поближе резиденция президента республики казахстан именуемая как аккорда как вы можете заметить город проектировался по определенной симметрии ну и множество интересных зданий с высоты птичьего полета в этом плане здесь ничего не скажешь но конечно слышал я что в городской среде очень много недостатков каких-то непродуманных моментов то есть все больше отдавалась некой такой визуальной эстетики если это можно так назвать но на практике множество изъянов имеется давайте же теперь перейдем к непосредственно самой аккорде чуть поближе и на нее посмотрим таким вот образом она выглядит ближе панорам у нас не имеется оно и понятно в резиденцию нас никто не пустит со своими снимками и также хочу отметить что в целом google панорам в казахстане нет и поэтому мы будем смотреть казахстан через яндекс панорамы вот вам еще одна необычная панорама это ночной нур султан и я хочу обратить внимание еще раз на здание хан шатыр таким образом она выглядит этому вблизи даже и нет смысла его особо рассматривать у нас впереди еще множество достопримечательностей которым мы чуть позже перейдем посмотрите как светятся наши замечательные высотные здания и как выглядит в целом бульвар да вот уж конечно никогда бы не подумал что столица казахстана может выглядеть таким образом это действительно самый настоящий лас-вегас в казани это конечно же казанский кремль здесь у нас имеется множество рядом стоящих достопримечательностей это и дворцовая церковь это и мечеть кул шариф это и башня сиюмбики давайте же посмотрим на некоторые из них это здание мечеть кул шариф таким образом она выглядит такими вот башенками окнами в общем в плане архитектуры здание довольно таки неплохое но и сама территория казанского кремля она заслуживает отдельного внимания конечно у нас здесь не самая лучшая панорама попалась под наш взор не совсем вовремя была создана панорама здесь ведутся различные реставрационные работы можем пронаблюдать за стенами нашего замечательного кремля башня сиюмбики так называемая посмотрите в целом как выглядит красиво территория нашего кремля и выходит она на кремлевскую набережную какой замечательный вид здесь у нас открывается на город казань конечно хотелось бы видеть и простые улицы в том числе и частный сектор в таком великолепном виде но это мы чуть позже еще узнаем вот пожалуй еще одну достопримечательность вам покажу это благовещенский собор но вот с такого ракурса выглядит он наиболее интересно здесь конечно у нас из-за высоты здания вплотную подходя мы особо его рассмотреть не можем поэтому приходится выбирать более далекие ракурсы но давайте еще вам покажу загс города казань называется центр семьи казан в виде казана насколько я понимаю выполнена крыша но таким вот образом выглядит данное здание довольно таки интересно и необычно и также она выходит на набережную посмотрите какими видами мы здесь располагаем вот можно еще перейти к кремлевской набережной на противоположный берег обратно здесь у нас имеются такие вот довольно интересные дорожки то ли пешеходные то ли велосипедные непонятно выглядит все довольно таки интересно чуть дальше у нас здесь такие вот турники граффити все разрисовано сама набережная выглядит таким образом велопарковки насколько я понимаю в виде таких вот пружин своеобразных и вид у нас на противоположный берег тот самый у нас семейный центр казан общем здесь в казани пока что мне все нравится теперь настало время прогуляться по обычным улицам крупная улица аргентинского города кордова неподалеку от тех достопримечательностях на которых мы гуляли у нас здесь имеется католическая церковь вот смотрите как удачно мы попали можно полюбоваться архитектурой ну конечно красота неописуемая и стоит в таком довольно неприметном месте обычная улочка узкая при этом оживленная здесь у нас имеется такой вот канал смотрите как он оформлен тоже эстетически с такого старого камня видимо это многолетняя кладка до сих пор стоит и радует горожан своим видом дорожное покрытие как мы видим довольно таки неплохое везде имеются ливневки плитка хоть такая старенькая но в целом это впечатление такого американского мегаполиса что-то вроде нью-йорка то есть не все идеально что-то такое старое но при этом имеет какой-то пригодный для использования вид выйдем на более такие крупные виды здесь такой вот мост через железную дорогу здесь какой-то по всей видимости заброшенный вагончик хотя обратите внимание как выглядят железнодорожные пути довольно чисто не загажено посмотрите в общем дорожное покрытие уже точно можно сказать что как минимум на крупных улицах в аргентинском городе неплохое имеются такие вот наверное для данного города серенькие однотипные многоэтажки но как по мне для многоэтажек довольно таки неплохо и в европейских странах бывает намного унылия виды в плане многоэтажек здесь же посмотрите их вроде бы много большая плотность но некоторые выглядят очень даже оригинально здесь я еще вижу колесо обозрения но судя по виду она наверное даже заброшено но могу ошибаться посмотрите как растительность придает экзотический вид всей городской панораме это тоже замечательно с одной стороны не сильно крупной улице с другой стороны не особо и мелкие и еще одну крупную улицу оживленную мы посмотрим вот уже наконец нашел какой-то серьезный изъян в нашем аргентинском городе вообще в целом конечно для такого уровня стран мне казалось что вот подобная картина она должна быть повсеместной но оказывается нет и очень приятными и ухоженными видами располагает данный город но также присутствует какая-никакая безбарьерная среда неплохое дорожное покрытие все равно то есть какие-то трещинки сколы имеются на обочинах но это все не мешает нормальному передвижению на автомобиле вот смотрите какой интересный аппарат я здесь нашел то есть возможно это какой-то скажем так ленд-лиз для аргентины от россии а может быть свое время и от советского союза но все это очень интересно город норсултан крупная улица открываем мы уже яндекс панорамы видите как много отмечено синим у нас дорог то то что у нас в доступе для просмотра попадаем мы на одну из крупных улиц здесь уже вижу много какой-то стройки идет еще незавершенных моментов год у нас 2017 но дорожное покрытие неплохое имеются какие-то вот такие вот старые постройки пятиэтажные дорога достаточно широкая у нас здесь лимузины ездят в перемешку с строительными камазами это такой своего рода город контрастов здесь целом дорожное покрытие неплохое но плане фасадов домов меня здесь особо картина не радует хотя относительно неплохо давайте еще одну панораму посмотрим уже поближе к центру у нас виднеется здесь наша смотровая площадка такие вот интересные фасады здесь имеются дорожное покрытие неплохое выполнено все довольно примитивно я бы сказал какой-то обычный бордюр видим усаженные деревья фасады здесь имеется какая-то стройка вот она портит вид и очень удручает что мы не можем в полной мере оценить виды города но что хочется однозначно сказать очень большие масштабы у города такие вот широченные улицы при этом чувствуется нехватка растительности конечно и в силу географического положения самого города но и может быть городскими масштабами то есть видите какие широкие дороги сколько понастроена многоэтажек это тоже все сказывается но здесь у нас видно что стараются рассаживать кусты деревья и еще одна крупная улица в городе нур-султан у нас здесь расположены старые многоэтажки вот чувствуется что здесь не поработали над ними какие-то старые ларьки из 90-х множество реновированных фасадов этот неплохо хотя реновация так себе выглядит посмотрите ну совсем какой-то примитивный сайдинг здесь на первом этаже какие-то ларьки ну и в то же время имеется какое-никакое тротуарное покрытие довольно неплохое дорожное покрытие сама улица выглядит визуально приятно аккуратно здесь даже имеются такие вот велопарковки довольно современные также солнечные панели здесь не совсем понятно для чего для подзарядки электро велосипедов или для каких-то иных целей это уже кто знает напишите по любому кто-то из казахстана будет смотреть здесь тоже такая старая пятиэтажка панельная с коммерцией на первом этаже ну тоже не радует глаз конечно же это никуда не годится в двадцать первом веке но благо от этого судя по всему потихоньку избавляются то есть центре все очень здорово в общем такой скромный но ухоженный район и конечно же дорожное покрытие меня порадовало отправляемся в российский город казань как я уже говорил давненько у нас не было россии и хочется прогуляться по крупным улочкам нашего города и вот на мосту на такой вот улице мы находимся тоже сразу хочу обратить внимание дорожное покрытие довольно неплохое примерно такого же качества наверное как и в городе нур-султан здесь мы переходим на такой вот поворот тоже имеется очень примитивный бордюр наверное даже старее чем городе нур-султан по поводу газонов тоже похожая ситуация ну то есть нету какого-то запущенного момента но при этом имеются какие-то вот залысины на газоне конечно же по сравнению с казахстаном здесь растительность более густая должна быть и это я уже заметил по данному участку который кстати не особо то и заросший был то есть довольно неплохой и вот вижу некоторые такие новенькие здания это тоже очень радует когда я вижу такое в россии переходы у нас выполнены таким образом относительно неплохо скромно какие-то старые здания также я вижу на фоне конечно не полный ужас но тоже выделяется и вот смотрите здесь у нас имеется трамвай довольно интересный такой я даже не знаю украшает своим видом городскую среду это всегда меня радует когда имеется трамвай или троллейбус давайте еще одну крупную улицу возьмем чтобы в более полной мере ощутить городскую жизнь данного города вот смотрите замечательное дорожное покрытие множество таких вот старых отреставрированных фасадов которые не могут не радовать имеется вот такое вот здание имеется разметка переходы в общем здесь у меня ощущение что мы даже находимся где-то в москве или санкт-петербурге то здесь все довольно таки неплохо и мне придраться не к чему вот посмотрите какая башенка интересно что это за здание это богоявленский собор судя по всему давайте вот его немножко посмотрим вот вам еще одна достопримечательность но самая главная достопримечательность еще впереди при этом мы оказались на улице баумана это напоминает нам своего рода такой московский арбат тоже местная достопримечательность вот выглядит все таким образом и можно немножко насладиться в качестве некой такой крупной улице но давайте пожалуй последний вид казани мы посмотрим выходим мы на вот такую вот дорогу смотрите такие вот полукруглые фасады такими вот балкончиками имеется такой вот общий вид с балюстрадами здесь таких вот советских времен архитектура бывают неплохие попытки у советских архитекторов сделать что-то необычное не сказать что испытываю я какое-то эстетическое наслаждение глядя вот на такие вот здания но что-то в этом определенно есть все-таки вот на подобную архитектуру мне смотреть приятнее улица тоже широкая как и в городе нур-султан тоже имеются какие-то старенькие многоэтажки имеются такого рода здания но то данной улице у меня больше наверно какие-то чувства как от многих крупных улиц нур-султана то есть вроде бы неплохо широкая улица неплохое дорожное покрытие хотя вот здесь пошло она чуть похуже но никаких прямо особых таких эмоций не вызывает все как-то обычно и неприметно немного посмотрим частный сектор в наших городах город кордова аргентина частный сектор выглядит таким образом но чувствуется конечно что выполнен он в духе южноамериканских стран это такие вот металлические заборчики рядом расположен непосредственно сам дом зачастую у нас гамма фасада и забора совпадает она выполнена таким неким цельным элементом и все это в такой вот миниатюре близко к дороге при этом имеется небольшой тротуар инфраструктура в достатке для такого скажем так района частного сектора но при этом и есть какие-то изъяны то есть газон не везде идеален мелкие изъяны на обочинах электричество естественно здесь по столбам вот смотрите все равно домики то есть аккуратно выполнено красиво смотреть на некоторые дворы действительно приятно хотя все здесь очень маленькая вот видите такие вот тоже на обочинах имеются изъяны но все-таки хочется отметить что несмотря на то что это южноамериканская страна то что и местами есть какие-то серьезные недостатки в таких районах выглядит все довольно таки неплохо местами есть конечно примут что-то ужасное в основном как-то вот на отдельных территориях имеется беспорядок а в целом посмотрите какие замечательные улицы то есть конечно не идеально не вверх совершенства но очень даже неплохо то есть вот пожалуйста вам частный сектор аргентинского города кордова в норсултане не так много частного сектора его практически нет более того еще и добавляется это все тем что очень мало панорама отснято поэтому вот практически единственное что мне удается найти выглядит таким вот образом но год у нас 2011 это тоже стоит отметить но все-таки конечно ужасает даже для такого года может конечно здесь является утешающим фактором что это все будет застраиваться более какими-то современными зданиями хотя вот некоторые хозяева об этом особо и не думают на это смотреть очень страшно дорожное покрытие конечно какое-никакое имеется здесь еще и ведется такая вот стройка где какой вот мансардный домик такие страшненькие фасады я давненько не видел да ну здесь конечно и говорить не о чем по сравнению с тем что мы смотрели на крупных улицах то здесь мы попадаем прям в какую-то африканскую страну разве что асфальтированное покрытие какое-никакое присутствует и стараются прокладывать тротуар но может быть это все изменилось со временем и кто имеет свежие фотографии пишите на почту будет интересно взглянуть ну и частный сектор казани тоже случайный район выглядит таким образом тоже ближе к окраине то есть я во всех трех городах абсолютно объективно подошел к этому вопросу но конечно по сравнению с крупными улицами также как и в казахстане это большой контраст частный сектор в россии он везде имеет один и тот же проблемный вид здесь к тому же в отличие от казахстана отсутствует дорожное покрытие но в отличие от казахстана здесь побольше каких-то более отстроенных что ли домиков которые без ржавых фасадов без каких-то непонятных крыш то есть но в отличие от казахстана хочется сказать однозначно что здесь больше домов которые выглядят посвежее нежели в казахстане мы видели совсем какие-то старые непонятные подобия жилья да ну конечно по таким дорогам я даже трудом представляю как можно гулять при этом здесь год 2018 практически самые свежие снимки для такого режима панорам то время когда в казахстане это был 2011 данному времени может быть там что-то изменилось здесь жену совсем никакого намека на это нет разве что жители что-то строит более-менее адекватная вот выходя за пределы их жилья здесь конечно приходится сталкиваться с такой картиной хотя вы здесь уже пошел хотя бы асфальт ну давайте в завершении еще по одной достопримечательности мы посмотрим тем более здесь остались такие которые действительно заслуживают внимания в кордове аргентинской это церковь святого сердца выглядит таким образом но посмотрите только на всю эту красоту я думаю здесь можно часами стоять и любоваться посмотрите на все эти окна посмотрите на эти скульптуры как они вообще врезаны в данные фасады на все эти колонны вот уж действительно здесь архитекторы постарались на славу ну а также мы можем попасть во внутрь данного здания и тоже восхититься работами архитекторов казахстане это мечеть хазрет султан надеюсь я правильно произнес все ударения выглядит она таким образом сблизи внутри это выглядит все таким вот образом ну а в казани это здание которое меня очень сильно поразило своими видами это дворец земледельцев конечно может быть это не самое необычное архитектурное произведение которое я мог видеть но в рамках данного города она очень даже красивая имеется у нас такая вот колоннада посередине такое вот дерево внутри арки при этом здание выходит лицом на кремлевскую набережную также отсюда нам виден в полной мере наш казанский кремль со своим архитектурным ансамблем в этом плане место приобретает еще более магическое свойство но и напоследок мы пройдемся пользуясь случаем еще к одному красивому зданию таким вот образом она выглядит здесь у нас имеется три похожих на друг друга здания немножко они конечно отличаются но по архитектурному стилю они очень похожи многого я про них не знаю и кто из казани или просто разбирается в вопросе то напишите в комментариях в целом краткую историю данных построек очень будет интересно почитать то есть это я сейчас уже спонтанно их обнаружил и мне очень приятно было взглянуть на всю эту красоту в общем вот такое вот видео у нас получилось прошлись мы в основном по достопримечательностям также и по крупным улицам трех этих замечательных городов порадовали они меня конечно же своей и архитектурой какие-то города своей масштабностью ставьте лайк если вам понравилось данное видео делитесь с друзьями и знакомыми кто интересуется данными городами или странами еще раз спасибо большое заказчику за предоставленную идею ну и до скорого увидимся в следующем видео